Лисник Александр Лисник Александр, 35 лет в отроду, трудолюбивый колхозник, любящий муж и отец. Волмик земли, омытый горькими вдовьями досиротскими слезами, все, что осталось от него. А это его убийцы, их 19. На шее каждого из них крест. Верую во единого Бога Отца произносили они, совершая кровавое злодеяние. Сегодня они сидят смиренно, пряча глаза, лишь изредка зираясь по сторонам. Несовесть мучает их, животный страх в ожидании приговора. Преступников судит выездная сессия Верховного Суда Молдавии. Среди обвинителей, представителей общественности, преподавателей Рыжканской и Брабойской школ Руссу и Мацкану. Показаниями 60 свидетелей открывается моральный облик святош, разматывается клубок злодеяний церковников села Брабой. Все началось с прошлогодней зимней ночи. Так поп и дьякон Брабойской церкви, справив поминки в соседнем селе, возвращались домой. А пьянев до потери сознания, они так и не смогли выбраться из болота. С этого все и началось. Много ли раз вы видели папа пьяным? На всех праздниках пил. Что пил, вино? Пил и вино, и водку, и самогон. Все пил, что ему давали. Крест в карман и стакан ко рту. А знаете ли вы, что за деньги, взятые у вас за похороны, крестины и свадьбы, Попадья купила дом в Кишиневе? Знаем. Слышали и то, что Попадья с Большого горя через два месяца вышла замок. Да и верующие прихожане не так уж сильно сожалели об утонувших. Попик, рассказывают, был плюгавенькой, хлипкой и голосок писклявый, как у евнуха. А в Костюженской психиатрической больнице, куда неоднократно доставляли Боровойского попа, дело алкоголика отца Бориса списали в архив. Но скандальная история с распутными попами окончательно подорвала святость церкви. Резко снизила ее доходы. Надо было восстановить ее пошатнувшийся авторитет. Для этой цели церковная верхушка решила. Заставить людей поверить в то, что поп и дьякон не утонули, а были убиты. Кого же назвать убийцей? Выбор пал на Лисника Александра Федоровича. И поползли по селу зловещие слухи. Лисник убил попа и дьякона. Отца Бориса убил Лисник. И чтобы Лисник не смог доказать свою невиновность, церковники сговорились убить его. В воскресный день ударил колокол. Он призывал, придите верующие под своды храма Божьего, помолитесь и убейте его. Так целовали крест и читали Евангелие от Иуды, ибо с именем библейского Иуды связаны лицемерие и предательство. Отбив поклоны, церковники насильно привели Лисника на паперть Божьего храма и окружили его. Это фотодокументы судебного дела. Как благовест Всевышнему неслись раскаты колоколов к небу, а в это время на земле слуги Господни избивали ногами, резали и рвали на части невинного человека. Так 15 октября 1961 года погиб Александр Лисник. Презренные убийцы пытаются лгать и выкручиваться. Член церковной двадцатки Нистер Бурунчук, главарь этой банды, вдохновитель расправы над Лисником. Звонарь Александру Корчмарь разносил по селу придуманный им же ложный слух о Лиснике. Люби ближнего, не убей, всю жизнь лицемерил убийца. Ирина Гондрабура избивала Лисника и подстрекала выколоть ему глаза. Просковья Бужор принесла веревку и уговаривала озверевших бандитов не убивать, а повесить Лисника. Георгий Гузун бил ногами несчастного до тех пор, пока не упал сам в издеможении. Свидетели и сами подсудимые изобличают остальных убийц. Подсудимый Цуркан Леонид, расскажите суду, как вел себя и что делал Гондрабура, Федор Степанович. Он первым начал его бить, схватив за ворот пиджака, повалил на землю и ударил кулаком по голове. Потом поднял его на паперть. Кто поднял его? Он велел ему подняться на паперть. Лисник поднялся и сказал, что ни в чем не виноват. А затем? Его сбросили со ступенек. Лисник упал возле церковных носилок. Гондрабура навалил носилки на Лисника. Гондрабура, Федор Степанович, а потом стали бить его ногами. Кто бил ногами? Кырлик Гондрабура, мыс Кузьма. Что делал в то время Гондрабура? Давил Лисника носилками и бил его ногами. Вы это сами видели? Да, видел. Далеко вы были от места драки? На расстоянии одного метра и видел все хорошо. Кровь стынет, когда слышишь об этих изуверствах. Вот почему прячутся от людей родственники подсудимых. Вот почему полны гневом присутствующие и плачут очевидцы этой неслыханной расправы. Это Василий, брат Лисника Александра. В тот день его тоже избили церковники, посулив расправиться и с ним. Нет, не от холода дрожат его руки. В адрес суда поступают сотни писем, трудящихся Рыжканского района, требующих сурово наказать преступников. Да, изуверы, это наш приговор. В своей обвинительной речи прокурор сказал. Товарищи судьи, нет более омерзительного, более тяжкого и подлого преступления, нежели преступления, которые совершили сидящие на скаме подсудимых, с позволения сказать люди по форме божественные, а по существу изуверы, палачи и убийцы. Исходя из утверждения религиозных проповедников, Бог всемогущий, Бог всевидящий. Следовательно, коль Бог всемогущий и всевидящий, он мог бы просто-напросто не дать совершиться такому тяжкому преступлению. Однако преступление совершено и на скаме подсудимых верные слуги Господа Бога или, проще говоря, особо опасные преступники, которые должны быть наказаны по всей строгости советского закона. Преступники осуждены. Четверо из них приговорены к высшей мере наказания. По требованию колхозников церковь закрыта. Смолкли ее колокола. Но их последний звон еще раз напомнил людям. Всегда и везде церковные колокола зовут человека назад, к темноте, к мраку. И с этим мы не можем мириться. КОНЕЦ